Приветствую вас! Когда задают такой вот вопрос, как вот примерно задают и вы, то всегда, всегда, на мой взгляд, психолог сталкивается с определенным трудностями. А именно, вы спрашиваете нас, как вести себя с молодым человеком. При этом мы не знаем, не то, какая вы, то есть, ну, вот кто вы, мы не знаем, как вы себя позиционируете. То есть, в каком ключе вы себя позиционируете, в каком векторе и модели поведения вы себя позиционируете, этого мы не знаем. Не знаем вы и то, какие у вас, значит, ценности. Ценности, я имею ввиду моральные ценности, какие у вас взгляды на жизнь и прочее. А ведь это все на самом деле очень-очень важно, если мы говорим о том, как нам нужно себя с молодым человеком вести. Это на самом деле очень важный момент, потому что от него зависит едва ли не все как, ну, не все развитие, от всего зависит, от этого момента, зависит едва ли не то, как будут развиваться ваши отношения дальше с молодым человеком. И вот этого вы ничего не раскрываете, как, конечно же, не раскрываете и того, каков молодой человек сам по себе. Какой он, какие у него, соответственно, тоже ценности там и так далее. Об этом во всем вы не говорите. И мы этого знать, к сожалению, не можем. Поэтому мой ответ будет обобщенным и без учета ваших индивидуальных особенностей, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Итак, вы не хотите в первый же вечер с молодым человеком показаться ему доступным. Я вас очень хорошо понимаю и думаю, что вы поступаете правильно. То есть я хочу сказать, что я считаю, что вы молодец, что начали двигаться вот именно в таком направлении, в какой позиции. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А вот. Но. Но. Есть одно но. Дело в том, что нужно постараться соблюсти баланс между недоступностью и доступностью. То есть, если вы согласились провести вечер вдвоем, это уже, знаете ли, довольно серьезный шаг вперед. Для молодого человека, для вас, например, это очень серьезный шаг вперед. Поэтому нужно учитывать этот аспект и вести себя соответственно так, чтобы молодой человек увидел, что вы настроены на общение с ним, на взаимодействие с ним. Что вы хотите с ним взаимодействовать. Но. Не желаете с ним сближаться. Что, вообще-то говоря, объективно является вашим полным правом. Значит, исходя из этого, вести себя нужно открыто, значит, довольно-таки тепло, значит, там не бояться до него дотронуться, не бояться там как-то вот над ним подшутить, подтрунить и так далее. То есть, всего этого бояться вам не дотронуться, потому что, ну, очевидно, что если вы вдвоем уже решили провести вечер, то это все нужно. Это все нужно вам обязательно делать. Но, но, вы можете, в принципе, человека даже поцеловать. Вы можете, в принципе, человеку как-то вот относиться, там, хорошо, да, то есть, проявить себя. Ну, как друг, как хороший знакомый, вы еще не в месте, вы еще не встречаетесь и так далее. Это нужно обязательно учитывать, если вы хотите с ним быть. Далее, значит, мужчина может, начав, например, с вами, целоваться, мужчина может захотеть, там, ну, так-то вот, значит, проявить себя. Здесь вам нужно, конечно же, его по возможности остановить, ну, потому что, если вы вступите с ним в интимные отношения сразу, то я полагаю, что, ну, ничего хорошего из этого не получится, и мужчина увидит, что вы готовы вступить сразу в интимные отношения, да, и, собственно, он не будет считать вас, там, сколько-нибудь серьезным человеком. Если вы этого не хотите, то вам необходимо, вот, как раз, что-то с этим сделать, да, вот. Другой стороны, вы говорите, что я боюсь, что на него набросишь. То есть, у вас, вот, есть такой страх, что вы можете на него набросить. Вопрос возникает тогда, почему? Ну, то есть, почему вы на него наброситесь? У вас давно не было секса, например, или вы давно не были с мужчиной, например, и так далее. Почему так произошло? Этот момент, он, на мой взгляд, довольно важен, потому что, если вы не будете полностью контролировать ситуацию, не будете контролировать себя, то, к сожалению, к сожалению, рискуете все испортить. Ага, если испортить все вы не хотите, то нужно контролировать ситуацию, контролировать себя. А для этого, для того, чтобы контролировать себя, необходимо, чтобы ваша потребность в сексе, например, была удовлетворена. И тут уже, как какие угодно вы можете использовать средства для этого. Но необходимо, вот, держать себя в руках. Может быть, и не пить много, если планируется алкоголь, может быть, что-то еще сделать. Вот, но в любом случае, это обязательство. Обязательно. Далее. Есть ли мужчины, спрашиваете вы, которые на первом свидании не хотели продолжить продолжение? Ну, вообще-то, конечно, мужчины такие и есть. Мужчины такие и есть. Мужчины серьезные, которые знают, чего они хотят. Мужчины ответственные, которые понимают, в общем-то, что не построить отношения с женщиной, как бы это сказать, адекватные отношения, если вступать сразу с ней в плавой контакт, значит, ну, на первом свидании. Такие мужчины есть. Это мужчины достаточно серьезные. А ответственные, которые ищут себе женщину не для секса, а для того, чтобы с ней строить что-то серьезное. Но, опять же, как вы помните, я вам вначале сказал о том, что ситуация такова, что мы не знаем, какие вы с молодым человеком люди, какие у вас взгляды моральные и так далее. и может быть. Такая ситуация бывает, что даже серьезный молодой человек может захотеть секс, например, женщину, если он видит, допустим, что ей, например, можно доверять. Такое тоже может быть. Понимаете? Такое встречается. И вот здесь и кроется, здесь и кроется вся, ну, вся тонкость ситуации, понимаете? Тонкость ситуации кроется именно в том, чтобы понять, как мужчина воспринимает ваше свидание, как он его позиционирует, как он вас позиционирует. На мой взгляд, это очень важная вещь, если вы хотите человека узнать. Поэтому здесь я объективно говорю и сразу, что либо вы действуете по ходу свидания, в зависимости от того, когда вы собираетесь провести вечер вдвоем, вот. Либо вы обращаетесь к психологу, значит, обращаетесь к психологу и, собственно говоря, разбираетесь уже именно с психологом, кто, каков ваш молодой человек, какая вы, то есть я имею ввиду по характеру, там, по складу, по взглядам, по вашим ценностям, там, и так далее. И это все является очень важным. Если мы говорим о том, чтобы вам вести себя адекватно, понимаете, это все является очень важным моментом. но решать это, решать этот аспект нужно вам само, потому что за вас никто это не решит. решение в данном случае принимать только вам, что вы будете делать дальше. С своей стороны, я готов предоставить вам помощь, если у вас стоять недавнее, и я уверен, любой психолог на нашем ресурсе будет готов предоставить вам помощь. Обращайтесь, будем рады вам помочь, на этом у меня все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите мне в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!